Всем привет! Вы опять слушаете Лёшу Халецкого и мы возвращаемся в шестую Циву! Первая игра, первый геймплей. Играем за греков, фиг знает какая уже серия. Ход 153, 1620 год. Я правда уже в промышленности нахожусь. Но как видите, не могу я ускорить никак создание... А, стоп, это я тут что-то и не создаю. Что это я? Давайте посмотрим, что можно сделать с болотом. Так, здесь я вырубил лес, но я пока не буду обрабатывать эти клетки. Давайте я вот лучше селитру обработаю и кому-нибудь её продам. Или наоборот юнитов сам под настрою. Так, вырубаем лес. Ну вот, я же создал район на супер престижном месте. Почему у меня сейчас не улучшилось? Ага, он уже стал притягивающим. А был же потрясающим. В чём дело? Чё за фигня? Что началось внезапно? Ну, блин. Ну вот. Ладно. Ладно, я запомнил. Я тебя запомнил, эта игра. Дальше что мы создадим? Мне порекомендуют компьютер-биржу строить. А я, пожалуй, художественный музей. Всё-таки плюс четыре культуры. А, нельзя строить в одном районе с археологическим музеем. То есть у меня один пока будет археологический музей в Аргасе. Надо выбирать либо то, либо другое. Ладно, и теперь Спарта давай переключимся на Рост. Так, залочили, залочили, залочили. Вот это всё надо обработать. Вот это молочко надо обработать. Ну, один ход роста, правда. Ой. Да, он переключился. На производство переключился. Нет. Давайте-ка лучше тут. Стоп. Ещё у меня... Мне надо посадить. Вот. Это важно. И в коммерческом центре ещё надо двоих. Так что, пускай вот так. Два хода пускай растёт, но по... По районам хай сидят. Народ. Ну, вот ещё у меня промышленный район, но тут ещё никого не будем усаживать. Всё, следующий ход. Так, что канализация даёт? Медика. И ещё плюс два жилья. И ещё плюс два жилья. Но, смотрите, видите, уже два золота обслуживания. То есть, во-первых, каждый район в любом случае требует золота, кроме коммерческого центра. Расчистил участок в городе Кубы для Биг Бена. Так, вернулся мой шпион. Кстати, я ещё могу одного создать. Ну, и куда посадим? Давайте, может, в Берген. Тоже большой город, тоже есть. Ну, в общем, позицию пускаем туда. Прибегает. Так, коммерческий центр построен. Могу тут рынок построить. Ну, собственно, я его и построю. Дальше. В Мегаре построен... Что мы можем сделать? Расчистить. Сразу 149 пищи дают. Слушайте, болото, оказывается, неплохая штука. О, минус 10. Почему? Потому что нехватка еды у меня тут появляется. Ну, надо сейчас тут ферму построить, видимо. Следующим ходом. А, у меня исчез рабочий. Блин. Так, тут два действия остается. Значит, добавляем селитру. А этого рабочего с одним действием. Блин, надо молоко обработать. Так, значит, в Аргасе нужен рабочий. Для начала. В эфисе недостаток жилья. Количество торговых путей увеличено. И Норвегия опять нарушила обещание. Вон какой-то отморозок. Давай еще наруши обещание. Ага. Чувак вообще слова не держит. Вообще. Болото. Ну, как я понимаю, болото надо будет все осушать. Будет давать пищу еды. Это дело. Будет уменьшаться на одну... На одну еду. Правда. Ну... По-моему, оно того стоит. Так, сейчас надо глянуть. Во-первых, какие я юниты теперь могу строить в связи с тем, что селитру... Селитры это, да, я добавил. Мушкетеры могу строить. Я обстрел еще могу строить. Юнит. Осада. Слушайте, ну может попробовать Рим завоевать тогда. Мушкетеры, обстрел и вперед. Тут все сидят с какими-то старыми юнитами. Видите, я Аквилею обстреливал катапульты. И так до сих... А, слушайте, вот у меня катапульта-то и сидит тут. Расходы. Минус 32 от городов и минус 7 от юнитов. Так и сидит катапульта. Опять нанмадол статус потерян. Так. Задолбало. Конга меня? Откровенно. Откровенно. Так, вот тут я могу собрать еду. Либо построить клетку. Давайте я лучше осушу болото. Ну вот, вырос город. И что стал обрабатывать житель? Какой-то вон лес. Тут лес и там лес. Ладно, пускаем. Так, и я хочу посмотреть великого человека. Когда у меня там... Ну, полководец нафиг надо. Флотоводец когда-нибудь будет. Великий инженер. Я тут тоже впереди. Вот. Великий торговец. 1150. В принципе, через несколько ходов я смогу его купить за веру. Кстати, мы вот думали, что покупки за веру и за деньги, это надо что-то принимать обязательно. Нифига, это можно, видите, любой может это делать. Так, ну, творца я скоро получу. Великий музыкант. Конга, видимо, получит. Великий писатель тоже Конга. А что Конга по культуре пошла? Что это за хрень такая происходит? Нездоровая. Что тут? Тропический лес? Вот тропический лес надо вырубить. Блин, и на пшеничке надо ферму построить. А тут могу три фермы вот так построить и получу бонус к жилью, да? Давайте тогда тут лучше с пшеничкой начнем работать. Двагис это не просто карта или справочник. В этом приложении множество полезных фильтров. Например, можно не только увидеть все новостройки на карте, но и отфильтровать строение по стоимости квадратного метра, году постройки, материалу и прочему. Так что заходите на двагис.ру и пробуйте. Наши военные научились объединять три юнита в единую армию. Армия гораздо крупнее и мощнее, чем корпус. Но за исключением канализации, медицины, образования, виноделия, общественного порядка, водопровода, дорог, системы подачи питьевой воды и системы здравоохранения, что еще римляне сделали для нас? Для сплочения народа правительствам нужны враги. В отсутствии настоящего врага они используют вымышленного, чтобы мобилизовать нас. Оборонительный союз. Объявить войну за расширение территории. Так, ну что, давайте начнем... Как-то на Рим уже... ...объявить внезапную войну. Может, ты аквилею хочешь мне дать? Нет? Жалко. Ну, надо было проверить. Так, давайте обвиним его. Штраф за милитаризм запредельный. Хм. Хм-хм-хм. Да. Не приведут. Жалко. Так, дружбу она не хочет. Японец посольства не хочет. Ну, дипломатия тут, по-моему... Не особо... ...как-то сказать... ...разнообразно. Опять норвежец нарушил обещание. Каждый... ...каждый ход он это делает. Так, спартия... ...опять лимит. Хотя нет, еще не превышен лимит жилья. Не, подожди, нам... ...я не пойму, вот что из этого... Сколько жилья, а где лимит? Жилья 14, а всего 10, правильно? Да. Значит, тут еще по одному можно. А вот тут уже превышен в эфесе. Угу. Что-то в спартии можно еще одного жителя... ...родить. Так, договор об исследованиях. Подпишите, создайте трех мушкетеров. Хм, давайте-ка пехотинцев откроем. И... Ну, потрясающе престижный мы уже не откроем. На вашей территории уровень вражеских шпионов уменьшается на 2. Но все города получают минус 1. Какой-то так себе. Откровенно. Нет, мы ничего менять не будем. Мм. Воинственная ячейка у нас сменилась. Плюс 30 производства при создании военного лагеря. Скидка на все улучшения юнитов. Плюс 1 к перемещению. Мародерства дает больше. Военная академия нет. Плюс 100 производства при создании морских. Плюс 100 при создании кавалерии. Юнитов ближнего боя промышленной эры и нового времени. Вот эту давайте. Сейчас мы будем строить армию и нападать на Рим. Рим. Комmel. Священное место в Новом Орлеане. Виктория выносит пренебреждение Харальду Суровому. О, две гавани мы построили, поэтому продвинулась еще один торговый. Блин, мне нужно два торговца. В принципе, я их купить могу, кстати. Вот смотрите, значит, я размышляю так. Мне, во-первых, в Кабул надо торговый путь отправить, да? И еще кто-то хотел. И Преслов. Ну, до Преслова у меня просто не добежит, к сожалению. А чтобы до Преслова добежал, у меня надо торговый путь в Кабул. То есть каждый торговый путь, он увеличивает дальность. В Торонто у меня уже бегает. Потом можно в Нанмадол будет. Поэтому в Кабул. При этом мне надо отправить из Спарты через Афины, Аргон и Радос. Потому что тут у меня везде, ну, торговые посты есть. А каждый торговый пост будет увеличивать стоимость. Поэтому я куплю в Спарте торговца. Так, кстати, а сколько стоит в Аргасе купить археолога? Ну, отлично. Перевод. Я не вижу. То ли 965, то ли 865, то ли 665. Слушайте, поселенцев можно купить, строителей. Так, значит, вот у меня будет из Спарты в Кабул бегать. Раз. И... А теперь надо в какую-то другую нацию отправить. То есть у меня в Такаматсу, в Киото, в Акаяму и в Нагою бегают. Такаматса. Киото. Акаяма. Нагоя. Вот у нас доступные. Надо в Хатусу, видимо. Отправили в Хатусу, у меня уже бегает. В Англию. В Литц и в Лондон. Тут два в Торонто. В Мадрид бы отправить еще. В Мадрид. И в Шеффилд, кстати, можно. В Мадрид, может, из Эфеса будет Шеффилд, Лондон. Лавента, Мадрид, как-то вот так. Кстати, и в Шеффилд можно отправить. Давайте в Эфесе купим. Значит, купим в Эфесе еще. Вот, два торговца куплено. И в Эфесе начинаем строительство мушкетеров. А сколько стоят мушкетеры? 515. Дороговато. Видите, за счет того, что у меня две селитры, я могу во всех городах строить, а не только в Афинах, в котором только есть военный лагерь. Давайте попробуем селитру продать. У нас есть тут один богатенький Буратино. Не будем показывать пальцем, но это Тамирис. Вот, 2000. Вот смотри, если я тебе селитру, ты мне дашь 2000 денег? 2034. 2034. Нет? А, то есть есть селитра вообще не нужна. Ну, правильно, если она не открыла даже эти техи. Ну, значит, просто будем строить мушкетеров везде. Вот, а снова торговый путь в Такамадсу. То есть у меня уже через Такамадсу можно в Лиц будет отправить следующий. Норвегия переходит к новому времени. И Конго переходит к новому времени. Так, подождите, с Афинами. Вот я из Спарты, значит, хотел отправить в Кабул. Путь не дает бонусов. Почему-то он не дает бонусов, если он проходит через столько торговых постов. А, это Кабул не получает. Ясно. Такое ощущение, что как-то не особо это влияет, прохождение через большое количество постов. Ну, ладно, отправимся. Рано надо построить там торговый пост. Дальше. Я хотел из Эфеса в Мадрид. Это возможно? Похоже, что нет. Киота. Может, в Хатусу отправить? У меня как раз туда не бегает. Кстати, а какой еще город торговый хотел? Торговый путь. А, Преслов хотел. До Преслова я еще не добегаю. У меня, когда закончат бегать в Торонто, тогда, возможно, я смогу и в Преслов отправить. Ну, может, тогда в Шеффилд, действительно. Там пока нету торгового пути. И, наконец, из Афины. Вот это в Такаматсу бегал у меня. Теперь можно, наверное, и в Литц отправить. А почему в Литц невозможно отправить? В Литц, типа, морской ходит. В Шеффилд я уже отправил. В Лондон вроде тоже бегал. Странно, что в Мадрид не могу отправить. Ладно, тогда отправим в Аквилею. Чтобы дорогу может проложить. Хотя в Рим вот тоже неплохо. Как раз через Аквилею будет дорога. Похитить средство 92. Ой, я могу даже украсть шедевр. Но, правда, тут нет у него никакого шедевра. Блин, как-то мало средства. Давайте увеличим пока уровень. Так, и в Аргасе тоже мушкетёров начнём. Или археолога. Сколько стоит купить археолога? Так, почему я уже здесь не могу купить археолога? Ладно, строим археолога. Нам надо проверить все механики. Я ещё могу одного торговца нанять. А сколько у меня ещё будет бегать в Торонто? Шпион скифской империи. Ах ты тварина. Шедевр пыталась украсть. Нормально? Нормально вообще? Сейчас я кого-то осудю. Хотя, чё её осуждать? Она пока... Ну, как бы нормальные вроде у нас нет отношения. Так, что у нас с Римом? Какие-то запредельные штрафы. Не очень понятно, почему. Так, торговый путь в Лондоне создан. Так, могу сейчас отправить... А что я сейчас строил? А, я построил этот. Ну, в Акрополе художественный музей. Так, отлично. Пригород, фабрика, развлекательный центр, центр коммерции, канализация. Я построил наконец-то промышленную зону. Так, значит, из Аргаса бегал в Лондон. Ну, вот, смотрите. Вот я в Манчестер отправляю. Тут плюс одно золото от торговых постов по дороге. То есть, видимо, всё-таки только на чужой территории торговые посты действуют. Как бонус. Потому что... Хотя нет, смотрите. Аргас в Манчестере. А где тут вообще торговый пост по дороге? Одно золото. Я отправляю из Аргаса. И вот он бежит, бежит, бежит. Тут вообще нет торговых потоков. Только в Манчестере и всё. Чё-то непонятно. Может, надо территорию разведать, чтобы можно было в Мадрид отправлять? В Лидце нету бонусов от торговых постов. Ну, Восоку тоже от одного торгового поста. Восоку. Он тут хотя бы через Спарту, Афины бежит. Блин, чё-то мне это всё... Как-то странно эти все механики работают. Так, Торонто и Кабул бегают. Ладно, давайте просто посмотрим, где нам будет больше всего бонусов давать. Шеффилд 7-3-2. Лондон вообще 10. Ещё два производства. Давайте в Лондон. Ферма. Ну, кстати, давайте попробуем в армию соединить юниты. А, стоп. У меня армия, вот она, да? Корпус. Этим ходом не соединяются. Ладно. Подождём следующего. Что-то уже дохли, бедные апостолы. Римские. Против кого тут хоть битва? А, против норвежского. Куда она поселенца повела? Всё, я обществую. Природа — это дар, который нужно оберегать. Рекомендую создать национальный парк. Он будет привлекать туристов. Расскажите больше. Это 800 веры. То есть я могу за веру его покупать. Уничтожать тропические леса ради экономической выгоды. Всё равно, что сжигать картину эпохи Возрождения, чтобы приготовить еду. Логично. Так. Давайте я пока стандартизацию отложу. Я скоро построю трёх мушкетёров. Поэтому давайте что-нибудь другое открывать. Смотрите, у меня тут внизу вообще ничего не открыто. И две бомбарды. Два форта. Давайте баллистику откроем. И пушки построим. Так, социальный институт мы не будем менять. Откроем. Три тематических музея. Ну вообще вот это круто, но у меня... А, так я скорую дострою. Или я уже построил? Хм. Кораблик, рушение, ресурс. Прикольно. Во, слушайте, ну мне это всё надо. Ещё и Сиднейский оперный театр. Порчал идеологию. И отправим посла в Нан Мадол. Так, стану союзником. О, у меня пять послов прям. Значит, одного в Нан Мадол. Ну и остальных в Вильнюс, потому что у меня это культурные города. Так, насколько там Вильнюс одинаково с испанцем мы, да? Отлично. И что, кстати, он хочет? Какое у него задание? Кавалерию подготовить. Торговый путь в Акаяме. Ну что, армию... Обойдёшься. Сформировать армию. Ну вот, смотрите. Сила пикинёра 41. Одного. В корпусе 51. А в армии... 58. Ну, не знаю. Пока как-то вот эти армии выглядят странновато. Так, и я хочу узнать, во что апаются пикинёры. А, вот, ПТ-команда. ПТ-команда. И что это открывается? Химия. Химия. Где у нас химия? Химия. Так, что-то непонятно. Химия. Военная наука. Баллистика. Индустриализация. Экономика. Нарезные стволы. Канализация. А, вот химия. Отлично. Подпишите договор об исследованиях. Я с кем-нибудь могу подписать договор об исследованиях? Только совместная война. У меня такое ощущение, что ещё они не открыли просто это дело. Вот с Конга, по-моему. Он там тоже впереди по культуре. Может, с ним как-то можно... Право прохода и совместная война. Да. Ладно. Так, куда этого отправим? Лайфента. Ну, вообще надо бы, конечно, в Мегару. Сюда дорога не проведена, нифига. Поэтому давайте в Мегару. Блин, с другой стороны, лучше тут построить коммерческий район и из Мегары отправить уже, да? Эх. Сложно стало с торговыми путями. Так, в Шеффел бегает, в Литс бегает. А на Гои у нас где? В Хатусу не могу отправить, почему-то, из Спарты. Только в Лавенту. А так пока только в Кабул бегает. Подождите. То есть в Торонто уже добегался или что? Ой, непонятно. Непонятно. Киото. В Киото и в Ногою бегает. Так, ясно. Значит, в Японию можно и не отправлять. Дальше. В Рим бегает. Бегает в Литс, в Лондон, в Шеффелд. Давайте в римские города, чтобы провести дороги. Вот дурак Артурум. Ну и на этом закончу пока эту серию. Опять все громко тут апостолы выясняют отношения. Пользуйтесь, пользуйтесь дваги, сыграйте в умные игры и продолжение уже смотрите. Надеюсь, скоро будет продолжение. Вот тут что у них мрамор. Редкий ресурс. Вы слышали Леша Халецкого. Всем пока. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. И раз вы досмотрели до конца, то у меня к вам просьба. Поставьте лайк. Вам это ничего не стоит, а мне будет приятно и поможет распространиться моему видео. Ну и если вы хотите поделиться этим видео, то я совершенно не против, а только рад. Разместите его у себя где-нибудь в социальных сетях или просто сообщите вашим друзьям. Спасибо, что доставили до конца. Удачи и играйте в умные игры.